А это видео из серии Что не нужно брать в фикс прайсе? Я взяла вот такое классное зеркальце Такое вот вообще потрясное Но дело в том, что оно мне дало трещинку Вот, чтобы вы видели В общем, оно просто растрескалось ни с того, ни с сего Это уже второе зеркало из фикс прайса И его постигает та же самая учить И там именно страдает увеличивающая сторона Я не знаю, как остальные девочки Заметили они это или нет То есть я не советую брать зеркала Зеркала, которые просто лежа Не знаю, где-то там с тобой рядом И находясь где-то там неподалеку от тебя Просто они... Ну, в общем, бяка не берите Убираем мы это Вот сюда Значит, вот эти ножницы Они были использованы один-единственный раз на влажные волосы 50 рублей Вроде как бы и не деньги Но это какие-то одноразовые 50 рублей 50 рублей, если платить за один раз Я, конечно, не хочу проводить параллель Но я вам сейчас покажу ножницы Которые у меня живы 2000 Не соврать вам 6-го, наверное, года Я их не... А, вот я нашла их Да Вот эти ножницы Вот эти вот ножницы Они как бы стоят очень нехило Ну, это настоящие парикмахерские ножницы Они даже, я вам скажу, что они фирмы Zinger Они вот такие небольшие, острые Не затупляются Ну, в общем, они у меня живы 10 лет И они работают Единственное слабое место у них Это вот ручки пластиковые То есть, если слишком густые волосы Они могут треснуть в зоне ручек Но с самими ножницами ничего не происходит Поэтому в мусорку Вот такая штучка Чтобы вам было лучше видно Как правило, эта участь очень быстро постигает вот эту щетку И она из полезной превращается во вредную Пемза без проблем Ну, в общем, она тут вся в пыли Уже не обращайте внимания Я, не знаю, чистку, мойку не устраиваю Перед тем, как их выбросить То есть, по идее, можно пользоваться вот этой шероховатой По идее, еще можно пользоваться пемзой Вот тут у меня такая грязная щеточка В общем, всем этим можно пользоваться За исключением вот этой вот хрени Посмотрите Вот я ее не поленилась сломать В общем, пилка тоже после нескольких применений Превращается в полнейшее дерьмо Большое спасибо за дизлайки Потому что именно им, благодаря моим видео, продвигается выше Фанаты фикс прайса могут просто это не смотреть Но это полное, извините за выражение, говнище Которое не стоит даже этих копеечных денег Так, вот сейчас я показывала Татьяне вот этот спрей для лица И Татьяна, подойдите сюда, пожалуйста И я спросила, зачем оно надо Ну, она посмотрела в состав, посмотрела на название И говорит, наверное, вот брызгать на лицо После чего я сделала вот так Это мыло Сам раствор пахнет Как дешевое мыло Вы видите, переливы характерные для мыльных пузырей То есть, по сути, в принципе, его можно, я думаю, использовать как мицеллярку Как ты думаешь? Я думаю, как мицеллярка пойдет Да, наверное Но это не то, чем вы можете брызгать свое лицо Чтобы подсушить прикорневую зону Если у вас быстро пачкаются волосы Такое тоже может подойти Но на лицо, девочки, это крайне нежелательно Этим можно снимать косметику Я не знаю, протирать руки-ноги Если вы запачкались Но не как самостоятельный косметический продукт Считаю ли я это выброшенными деньгами? Да, но я найду этому применение Поверьте И я, скорее всего, буду использовать как мицеллярную воду Вот такая чеснокодавка Она представляет собой вот такую вот штуку Значит, вот этот якобы Вот здесь, видимо, внутри какой-то у нас присутствует утяжелитель Какой-то металл Вокруг только все пластик, пластик, пластик Я попыталась этим раздавить чеснок Не получится, потому что Вот этот пластик, он очень Ну, вы видите, он гнущийся Он гнущийся и пластичный Что, соответственно, уменьшает давление вот в этой зоне То есть тоже разрабатывал какой-то гений Я думаю, что если вот просто как-то вот взять чеснок И вот просто как-то вот, не знаю, вот так вот просто его давить Сверху То толку будет больше, чем пользоваться вот этим вот устройством Которое я тоже считаю просто выброшенными деньгами Вот Вот еще брызгалка для того, чтобы поливать растения Я решила сэкономить Купила за 50 рублей ее И, в общем, естественно, пожалела Потому что с ней происходит что-то невероятное Когда вы начинаете брызгать Воздух Видите, что делать? Он засасывает сам баллон вовнутрь И вы сами видите прекрасно, что происходит То есть выправить ее обратно уже нереально А даже если и получится, то все равно Вид у этой баночки очень-очень печальный, некрасивый И я не могу позволить, чтобы это было у меня дома Поэтому в мусорку И я вернулась к своей любимой форме Излюбленной для поливки растений Вот она Она прочная, служит годами Здесь варьируется и можно делать и струйку, и облако И здесь еще есть леечка И сам пластик очень-очень прочный, что логично И, в общем, я советую вам, допустим, вот такую штучку поискать Вы переплатите, может быть, в два раза Но вы это не выбросите После нескольких применений Это будет служить годами Моется в посудомоечной машине Кстати, имейте в виду Итак, вот это неплохая серия Серия ступокне Сейчас я покажу, потому что я купила новое средство То есть эти я... Здесь есть гель и есть гель-скраб Вот, они полные И, в общем, отзывы самые лучшие Это я беру не себе Это я могу рекомендовать Но, в принципе, работает не сам фикс-прайс И не косметика А работает салицовая кислота Которая подсушивает, которая находится внутри этого всего Так, вот такое мыльце я могу вам рекомендовать Оно идет и как пена для ванн И можно мыть кисти И можно добавлять при уборке СЛС, он и в Африке СЛС Запах отличный Консистенция, как видите, жидковата Ну, как все мыльно-рыльное из фикса Можно было бы погуще Но тут какая-то жижка Вы можете в этом убедиться Поэтому, ну, в принципе, литр 50 рублей нормально Нормально Уборка, мытье кистей Какие-то такие повседневные вещи Лагури Значит, вот этот дейзичек Скорее всего, я его больше не возьму Ну, потому что здесь 20% алкоголя И что тут у нас еще хорошего Ну, вы знаете, я вроде не вижу алюминия Нет, содиум, в общем, какой-то есть Парфюм, в общем, что-то Ну, в общем, так Он не работает, по сути То есть дезодорант должен сдерживать Натиск запаха пота Но он ничего не сдерживает Это ненадолго, это неэффективно 50 рублей вполне возможно это стоит И подойдет 10-летнему ребенку Который хочет почувствовать себя взрослым Брелки я могу рекомендовать Потому что этот брелок вышел из строя за год Он сначала потерял кисточку Потом потемнел И вот такая паста Но вы ничего не экономите Приобретая ее в фикс-прайсе Потому что в обычных магазинах Упаковка, которая в два раза больше Соответственно стоит 118 рублей А здесь уже 55 То есть, соответственно, 110 Будет стоить 50 грамм Да и то, вы знаете, я не уверена Что здесь 50 грамм Потому что очень уж похож объем На 30 миллилитров Но не более того То есть не 50 Хотя написано, что А здесь, кстати, даже не написано сколько Нет, здесь 40 40 То есть брать в фиксе невыгодно Лучше взять большую упаковочку В нормальном обычном магазине Сплат Актив Или Сплет, как его там правильно называют Но покупать в фиксе невыгодно Я набрала Но по 50 Сплат Супер-супер Там радовалась А когда вникла Поняла, что никакой выгоды нет Буду брать большие объемы 1, 2, 3, 4 I see you top your feet You're on the city beat You're really looking slick I think your shoes are sick I see you top your feet A Change Where's the Beach with Image Продолжение следует...